Здравствуйте! Как изменилось налоговое уведомление? Какими налоговыми льготами воспользуются многодетные семьи в этом году? И что будет, если не оплатить имущественные налоги вовремя? Об этом говорим мы в нашей студии, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Попухина и начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если говорить о 2019 году, то какие особенности есть вообще по взысканию налоговой задолженности, в частности, со стороны работодателей? Что-то меняется или нет? Ну, с 2019 года, по сути, процедура взыскания существенных изменений не претерпела. То есть мы как взыскивали через суд имущественные налоги с физических лиц, так и продолжаем взыскивать через суд. Однако, теперь, если мы получаем судебное решение о взыскании, мы наделены более мы, это я имею в виду налоговые органы, более широкими полномочиями по направлению исполнительных документов работодателю. То есть, если раньше мы имели право направить исполнительный документ суммы долга до 25 тысяч работодателю для удержания зарплаты, то теперь, не дожидаясь возбуждения исполнительного производства, не направляясь судебному приставу, мы сами до 100 тысяч можем направить исполнительный документ работодателю. И сумма долга будет удерживаться по нашему заявлению из заработной платы должника. В настоящий момент граждане получают налоговое уведомление. Скажите, до какого момента продлится рассылка? И может быть, есть опять же какие-то новые новшества? Потому что я слышала, что новое налоговое уведомление. В чем разница? Сейчас уже практически закончилась рассылка на территории Самарской области с налоговых уведомлений. Выгружено в личный кабинет налогового уведомления. В этом году срок уплаты на 2 декабря. Следует обратить внимание, что у нас изменилась сама форма налогового уведомления. Если раньше у нас налоговое уведомление стояло из двух документов, то есть само уведомление и платежный документ, то в этом году у нас идут платежные документы и само уведомление все вместе. То есть сначала у нас раздел касается именно суммы налога и объекта налогообложения. Ниже указаны платежные реквизиты. И так по всем трем налогам. Нет квитанции. Вот многие обратили внимание, что нет квитанции теперь. Где ее нет? Как проверить, рассчитать и что с этим делать? И почему вообще от нее отказались? Ну, в первую очередь нет квитанции, потому что не квитанции, а если не пришло вдруг налоговое уведомление, такое случилось. В первую очередь мы не рассылаем по почте тем, у кого есть личный кабинет налогоплательщика. И второе, это в обязательном порядке надо прежде всего обратиться в отделение почтовой связи, если нет личного кабинета. Но если уже и там нет, то или по месту регистрации объекта, или по месту регистрации налогоплательщик налоговое уведомление сформирует. Но следует обратить внимание, если сумма налога состояла менее 100 рублей, соответственно налоговое уведомление не формируется. Если есть сумма переплаты, налоговое уведомление не формируется. Если льгота по объекту налогообложения, налоговое уведомление не формируется. И третье, на что следует обратить внимание, бывает так, что налогоплательщика два объекта. Один объект, который ликотируется, второй объект, который облагается налогом. В том случае, если объект ликотируется полностью, он не указывается налоговым давлением. Между тем, пора отпусков продолжается, хоть уже практически наступила осень. Много ли у нас невыездных по причине неуплаты имущественных налогов? Долг по налогам действительно может стать причиной запрета на выезд за пределы РФ. Таким правом вынесения такого запрета наделен судебный пристав исполнитель. То есть, когда возбуждается исполнительное производство по взысканию долгов, в том числе долгов по налогам, если сумма превышает 30 тысяч рублей, судебный пристав вправе вынести постановление о запрете на выезд должника за пределы РФ. Если сумма долга более 10 тысяч рублей и исполнительное производство длится более двух месяцев, то, соответственно, тоже выносится такое постановление. То есть, порог долга уже снижается при длительном исполнительном производстве. На сегодняшний день невыездными являются все должники по налогам и суммой долга свыше 30 тысяч рублей, которые находятся на взыскании у судебных приставов. Это достаточно большое количество должников, и поэтому всем гражданам, несмотря на то, что отпускной период, кажется, заканчивается, ну, я думаю, он совсем не заканчивается, потому что сентябрь теплый радостный месяц для поездки, в том числе и за рубеж. Поэтому, наверное, стоит озаботиться и узнать, есть ли задолженность, взыскивается ли она судебными приставами, потому что действительно будет очень неприятная история, оказавшись в аэропорту, в одночасье стать невыездным и не иметь возможности поехать на долгожданный отдых, в командировку или даже на лечение. Если все-таки ты оказался в этой ситуации, что делать, какой механизм действий? Купил билет, приехал, узнал, что ты невыездной, сумма долга 31 тысяча рублей, вот что делать? Ну, к сожалению, в аэропорту одномоментно, в момент выезда решить не получится эту проблему, потому что даже уплатив долг, сейчас масса возможностей уплатить долг быстро, удобно и через интернет-сервисы, и через банковские терминалы, которые находятся практически везде. Но даже если должник оплатит долг в момент выезда, для прохождения процедуры снятия ограничения выезда необходимо хотя бы три банковских дня. То есть денежные средства должны поступить на счет судебного пристава исполнителя. Судебный пристав должен вынести постановление о снятии ограничений, направить его в соответствующие органы на границе Российской Федерации, и только после этого снимается это ограничение. Поэтому тем, кто планирует какие-либо поездки за пределы Российской Федерации, нужно заблаговременно ознакомиться, есть или нет долги, оплатить их заблаговременно, получить постановление о снятии запрета на выезд, ну и уже тогда спокойно выезжать. Что будет, если не заплатить налоги вовремя? В других ситуациях мы узнаем из ролика, ну а потом продолжим разговор. Ежегодно всем налогоплательщикам отправляется налоговое уведомление, в котором указываются суммы и сроки уплаты имущественных налогов, земельного и транспортного налогов и налога на имущество физических лиц. Их необходимо уплатить в установленный срок. Если вы не оплатили вовремя, то уже со следующего дня вы становитесь должником, и ваш долг будет расти каждый день до его полного погашения. На сумму задолженности начисляются пении. Если вы не заплатите вовремя, то налоговый орган обратится в суд о взыскании налога в принудительном порядке за счет вашего имущества. Суд вынесет судебный акт о взыскании обязательных платежей. Налоговый орган направляет исполнительный документ работодателям, банкам, иным организациям и лицам для взыскания задолженности в принудительном порядке. Долг может быть удержан. Из зарплаты, пенсии, стипендии и других платежей в ваш адрес. С расчетного счета в банке. Исполнительный документ передается судебному приставу, который приостановит движение на всех ваших банковских счетах. Наложит арест на ваше имущество и может продать его в счет погашения долга. Ограничит выезд должника за границей Российской Федерации. Проблемы с оплатой налогов не получится сохранять в тайне от родных, коллег по работе и даже соседей. Кроме того, несвоевременная уплата налога грозит дополнительными расходами. Необходимо будет уплатить начисленные пени за каждый день просрочки, государственную пошлину за рассмотрение дела, исполнительский сбор, а также расходы на совершение исполнительных действий. Не забывайте оплачивать имущественные налоги. Это поможет избежать лишних трат и сохранить репутацию добропорядочного гражданина. Продолжим тему принудительного взыскания. В каких случаях подключаются судебные приставы, а в каких просто снимают с карточки через работодателя определенную сумму? Как я уже сказала, если сумма долга до 100 тысяч рублей, то налоговая инспекция вправе сама направить работодателю исполнительные документы на взыскание. Также мы наделены правом направить исполнительные документы, это судебные решения, в банк, где открыты у должника счета. Мы располагаем такой информацией о наличии открытых банковских счетов. В порядке, установленном законом, нам банки передают такие сведения. Поэтому мы тоже имеем право направить в банк. Если все наши возможности исчерпаны, если сумма долга достаточно велика, то есть более 100 тысяч, мы направляем судебным приставам исполнителям. Поскольку у судебного пристава полномочия гораздо более широкие, чем у налоговых органов. Во-первых, судебный пристав, как я уже говорила, может ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации. Судебный пристав может наложить арест на имущество должника, то есть запретить распоряжаться имуществом. Соответствующие запреты направляются в регистрирующие органы, и должник уже не сможет продать машину, квартиру, либо иной объект. Более того, судебный пристав может арестовать имущество с целью его дальнейшей реализации. То есть если исчерпаны все возможности взыскания за счет денежных средств, удержания заработной платы, то здесь приходит очередь имущества. Судебный пристав арестовывает имущество, реализует его, погашает вырученными деньгами сумму долга по исполнительному производству, по исполнительному документу. А в случае, если сумма вырученных денежных средств будет больше, то остаток денежных средств может быть возвращен должнику. Поэтому такое ошибочное заблуждение, что у меня долг, например, 300 тысяч, а автомобиль стоит миллион, он, наверное, неуместен. Потому что и этот автомобиль может быть продан с целью погашения долга. Да, ну теперь хотелось бы, наверное, поговорить о льготах, потому что не все даже знают, какими можно воспользоваться. В частности, вот категория есть отдельная многодетные семьи, какие льготы на них распространяются. Опять же, где узнать всю информацию полную? Ну, в первую очередь, я хочу сказать о том, что полную информацию о ставках льготах по имущественным налогам можно узнать на сайте в разделе «Все сервисы. Ставки льгот по имущественным налогам». Достаточно выбрать муниципалитет, и можно посмотреть и льготные категории налогоплательщиков, какие относятся к льготным категориям налогоплательщиков, и ставки пообъектно. Я хотел бы еще обратить внимание, что с 1 января 2018 года у нас изменилось изменение, вынесенное в налоговый кодекс, на основании которых многодетные семьи у нас льготируются, льготируются как по земельному налогу, так и по имуществу. По земельному налогу это 6 суток, по имуществу 5 квадратных метров квартиры, необлагаемая на каждого ребенка, жилой дом 7 квадратных метров, также на каждого ребенка. Льгота представляется каждому родителю, в том случае, если, конечно, у них несколько объектов. И еще хотелось бы обратить внимание, что у нас есть отдельные муниципалитеты, которые уже льготу представляли как по земле, так и по имуществу. Льготы эти суммируются, то есть сначала представляется федеральная льгота, потом представляется местная. То есть, если многодетный земельный участок больше 6 суток, сначала представляется федеральная льгота, то есть 6 суток, а потом уже местные там остались. Если какие-то сутки остаются, то, соответственно, надо будет платить налог. По транспортному налогу у нас многодетные семьи не уплачивают транспортный налог, в том случае, если транспортное средство у нас составляет 110 лошадиных сил. И, соответственно, если больше, то уже нужно платить, и льготы не предусмотрены. Появилась новая форма, ну, относительно новая форма оплаты за третьих лиц, так называемая. В чем ее суть? Ну, суть ее в том, что можно просто на сайте заплатить за третье лицо банковской карты. То же самое, что интернет-магазин. Я думаю, многие расплачивались через интернет-магазин, поэтому достаточно ввести реквизит именно того человека, за который это хочется платить. Но это уже в практике, это пользуется спросом, такая форма? Да, это, конечно, пользуется, да. Давайте более подробно об этой форме оплаты посмотрим в ролике, ну, а потом продолжим. Знаете ли вы, что уплата налога теперь может быть произведена за налогоплательщика иным лицом? Это означает, что юридические лица могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а их руководители погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств. Физические лица могут также уплачивать налоги за других физических лиц и индивидуальных предпринимателей, например, за супругов, родителей или просто знакомых. Уплачивать налоги за юридических лиц вы можете только с расчетного счета в банке, а за физических лиц и индивидуальных предпринимателей – любым способом – наличными деньгами, банковской картой или с расчетного счета. Обратите внимание, что вы не сможете потребовать возврат денег. Это сможет только налогоплательщик, за которого вы оплатили налоговые обязательства. Для оформления платежных документов вы можете использовать удобный сервис «Уплата налогов за третьих лиц» на сайте налог.ру. Выберите категорию плательщика, то есть того, кто будет платить, и укажите сведения о нем. Если у вас уже есть платежный документ, то введите его индекс и перейдите к оплате. Теперь вы можете оплатить онлайн, если вы являетесь физическим лицом. Или сформировать платежное поручение и оплатить через банк. Оплатить налоги стало проще не только за себя, но и за других лиц. Пользуйтесь! Желаем удачи! Отдельный вопрос, наверное, по пенни, как они начисляются за неуплату вовремя. И как они потом взыскиваются тоже вместе с суммой долга вместе, либо как-то отдельно. И могут ли они взыскиваться тоже в принудительном порядке. И можно ли оспорить вот эту сумму? Потому что вот как-то есть ли такие случаи в практике или нет. И никто на это не претендует. Я думаю, по поводу оспаривания, наверное, это не совсем корректно. Потому что пенни – это, собственно, компенсация потерь бюджета, которая предусмотрена законом. Денежная компенсация. Поскольку деньги в виде уплаты налога вовремя в бюджет не поступают. Поэтому государство берет пеню за просрочку уплаты платежа. Пенни начисляются, начиная со следующего дня после наступления срока уплаты налога. То есть те, кто не уплатит налоги 2 декабря 2019 года, им будут начисляться пенни. Соответственно, пеню мы взыскиваем как одновременно с суммой налога. Потому что когда мы направляем требование об уплате налога должнику, мы указываем там и сумму пенни на момент направления требования. Но поскольку пенни считается до дня фактической оплаты, остаток этой суммы мы взыскиваем потом, после уплаты всей суммы налога. Пенни взыскивается так же принудительно, как и сам налог. Относительно пенни, одной пенни мы можем направить требования. И далее мы обращаемся в суд. Понятно, что сумма для обращения в суд у нас должна быть 3000 рублей и более-менее этой суммы. Мы не обращаемся, мы ждем 3 года. Поэтому, собственно говоря, и дальнейшие все мероприятия по взысканию долга, как то обращение на заработную плату и обращение на банковские счета, на денежные средства на банковских счетах, они также применимы и к сумме пенни. И более того, могу сказать, что те должники, которые не платят налоги вовремя, они имеют финансовые издержки не только в виде пенни, но и в виде исполнительского сбора, который взыскивает судебный пристав. Исполнительский сбор – это 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей. Согласитесь, что сумма достаточно весомая, если, например, сумма налога не уплачена – 3000 рублей, и пристав еще и 1000 рублей уберет исполнительский сбор. Поэтому, ну и также госпошлина. Госпошлина, когда мы подаем заявление в суд, потому что мы взыскиваем через суд, суд также взыскивает с должника госпошлину, это через судебного пристава по судебному решению. То есть перечень, так сказать, финансовых издержек становится достаточно широким и весомым для тех, кто вовремя не уплачивает налоги. Понятно. У нас накопились вопросы от телезрителей. Сейчас несколько зачитаем. Михаил, задолженность по имущественным налогам. Можно ли оплатить за родственника? Да, как раз был ролик, да, за третьих лиц можно платить не только текущее начисление по налоговым уведомлениям, можно платить и долги по налогам. То есть на сайте достаточно удобный сервис сейчас функционирует, как было в ролике показано. Поэтому… И даже авансовый платеж какой-то можно внести, да, насколько я помню. Да, у нас есть, существует единый авансовый платеж, то есть до наступления срока уплаты можно заплатить авансом сумму налога. Ну, в первую очередь это сделано для тех, кто… Ну, может такое, что забыть, может быть, уехать в командировку, может быть, уехать на отдых. Ну, мало ли, ну, всякие, масса разных причин, поэтому есть единый авансовый платеж после наступления срока уплаты, он будет зачислен в бюджет по тому налогу, по которому он был сделан. Я хотела бы обратить внимание, что авансовый платеж существует только для имущественных налогов. Следующий вопрос. У несовершеннолетнего ребенка есть задолженность по пеням за часть жилого дома. Как оплатить, чтобы точно погасить долг по пеням? В инспекции нужно обратиться за расчетом? Ну, во-первых, задолженности, в том числе и по пеням, можно узнать, используя наши интернет-сервисы, можно через МФЦ, через портал Госуслуг, через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Я так понимаю, если это ребенок, то есть законные представители, это либо родители, либо опекуны, которые также могут подключить личный кабинет на своего ребенка. Поэтому совершенно не обязательно обращаться в инспекцию. Также сервис уплаты налога для третьих лиц, ну, там нужно знать сумму пени, которую оплачиваешь, и можно уплатить пени за ребенка, потому что если мы будем к ребенку предъявлять процедуру взыскания, понятно, что ребенок не располагает банковскими счетами, работой и так далее, но мы будем взыскивать законных представителей, с родителей через суд. Будет ли указан долг в новом налоговом уведомлении, которое должно прийти? Ну, соответственно, будет указана и сумма долга, и там будет указана сумма переплаты, ну, в общем-то, все как всегда. У нас в предыдущий год обязательно в порядке все это указывалось. Есть еще такой вопрос, кто устанавливает ставки и льготы по имущественным налогам, они же как-то различаются? Да, у нас местные налоги есть, вернее, как, у нас имущественные налоги. Имущественные налоги делятся на региональные налоги и на местные налоги. Местные налоги – это имущество и земля, регион – это транспорт. Поэтому транспортный налог устанавливается в правительстве Самарской области. Земля и имущество уже нормативно-правовыми актами местного муниципалитета. То есть земельный налог, вот часто, опять же, возникает вопрос, почему почти аналогичные участки стоят здесь вот столько-то, а здесь столько. Это все в зависимости от местности? В зависимости от местности, в зависимости от стоимости земельного участка и в зависимости от того, где он находится. Вполне может быть, что это пограничный земельный участок. Ну, более подробную информацию на эту тему мы опять же узнаем из ролика, ну, а потом продолжим. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти. И поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения – ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Такая форма взаимодействия с налогоплательщиками, как личный кабинет, она вообще набирает обороты, пользуется спросом, популярностью, все больше там регистрируется людей. И может быть даже сам кабинет как-то совершенствуется, что-то там появляется новое? Да, безусловно, сам личный кабинет совершенствуется, расширяются возможности, которые предоставляются, предоставлены пользователю личного кабинета. И, конечно же, количество пользователей, оно неуклонно растет год от года. Я могу от себя сказать, что это очень удобный сервис, что он позволяет узнать долг по налогам, в первую очередь, оплатить долг по налогам. Если налогоплательщик в чем-то не согласен с налоговой инспекцией, он может из личного кабинета направить обращение в налоговую инспекцию. Поэтому пользователи личного кабинета, они в первую очередь узнают о всех изменениях по расчетам с бюджетом, о начислении налогов, о своевременности уплаты, о прохождении платежей. И если налогоплательщик обращается в налоговую инспекцию через личный кабинет, то ответ на свое обращение он получает в течение двух недель, а не в течение одного месяца, как иные граждане, которые к нам обращаются традиционными способами. Это предусмотрено законом. И подключиться к личному кабинету действительно очень можно быстро, просто и удобно. Для этого вовсе не обязательно идти в налоговую инспекцию по месту регистрации. Ведь зачастую у нас граждане зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом месте. И им бывает это неудобно. Поэтому можно обратиться в ту налоговую инспекцию, которая территориально ближе расположена. И наши налоговые инспекции работают в определенные дни недели, а это вторник и четверг, по продленному графику, до 8 часов вечера, каждый второй вторник и четверг. Поэтому, обратившись в налоговую инспекцию, в любую, опять же, я повторю, которая удобнее с паспортом, можно получить временный пароль для подключения к личному кабинету, затем пароль меняется на постоянный, и налогоплательщик начинает успешно пользоваться личным кабинетом. А можно ли через личный кабинет заявить о льготе? Или это все-таки другой порядок? Да, конечно, можно заявить о льготе. То есть при переходе на определенную страницу у нас есть разные жизненные ситуации, в том числе есть заявление на льготу, есть возможность приложить документ, подтверждающий право на льготу. Я бы еще хотела обратить внимание, что у нас существует две версии личного кабинета. Первая версия – это то, что на ПК, и вторая версия – это мобильное приложение для смартфонов. Так что личный кабинет всегда с тобой, можно и так сказать. И хотелось бы еще сказать о том, что в личном кабинете сейчас достаточно просто и понятна информация об объектах налогообложения, о суммах и численного налога. То есть буквально, что там расписана формула расчета за все налоговые периоды. Нажатием на определенную кнопку, которая находится внизу объекта, можно узнать, как рассчитывалась именно сумма налога, проверить. Может быть, это ошибость налоговая служба. В общем-то, и сейчас хотелось бы еще сказать, что налоговедомления рассылаются. Во-первых, удобно еще с точки зрения рассылки налоговедомлений, которые выгружаются в личный кабинет. То есть не надо идти на почту, у тебя уже есть налоговедомления в личном кабинете. У нас остался еще один вопрос от телезрителя. Если оплатить сейчас имущественные налоги с помощью единого налогового платежа, то есть оплатить примерную сумму налога до получения налогового уведомления, спишется сначала задолженность, если она есть. Вопрос. Да. Если сейчас налогоплательщик несет налог в виде единого налогового платежа, а такое понятие существует у нас в законодательстве, это новое понятие, то есть в этом случае в первую очередь единый налоговый платеж будет направлен на погашение имеющейся задолженности по налогам, и затем он будет распределен по текущим начислениям, то есть те начисления, которые пройдут в этом году 2 декабря. Соответственно, налоговая инспекция будет проводить все зачеты самостоятельно, вмешательства налогоплательщика здесь не требуется, и обо всех проведенных зачетах он увидит в своем личном кабинете. То есть это действительно очень удобно, не нужно платить разными платежными документами, а, собственно, предварительную сумму можно понимать, исходя из предыдущего налогового уведомления. Да. Ну вот об этой форме оплаты налогов мы сейчас посмотрим в ролике и будем уже прощаться. С 2019 года налогоплательщики, физические лица, могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру заполнить платежное поручение. Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. Совсем мало у нас времени остается. Может, вы хотите обратить внимание на какую-то важную деталь, которая не... Да, хотелось бы сказать, чтобы не было задолженности, надо обратиться на почту в том случае, если нет личного кабинета, потому что налоговое уведомление уже пришли, они ждут налогоплательщиков и срок уплаты 2 декабря. Ну вот, коротко и ясно. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok